здравствуйте виноградари с вами снова Юрий Егорудин если вы осенью прошлого года или весной этого года посадили саженцы винограда на постоянное место и я постараюсь вам рассказать что нужно сделать с саженцами либо с однолетними да возможно и с двухлетними кустами винограда именно в августе месяце какие операции нужно провести чтобы к осени у нас были нормально вызревшие саженцы и чтобы не было никаких проблем и еще хочу предостеречь вас от одной ошибки которая очень часто встречается вот в этот момент при уходе за молодыми кустами винограда в данный момент на экране перед вами два куста винограда которые я посадил прошлой осенью и я решил снимать ролики по этим кустам винограда от самой посадки до получения урожая так что все можете увидеть сами своими глазами кроме того вместе со мной можете получить и первый урожай поэтому присоединяйтесь итак давайте поподробнее сегодня 6 августа 2021 года и перед вами на дальнем плане куст два побега почти уже по два метра длиной каждый и приблизительно диаметр средней части 6-7 миллиметров в общем то не очень мощные побеги ближний куст чуть слабее а чтобы вы понимали динамику роста этих кустов я вам сейчас на экране предлагаю посмотреть как эти кусты выглядели 27 мая этого года я как раз выломал все лишние почки и оставил по два побега и вот перед вами второй куст тот что на ближнем плане вот так он выглядел 27 мая и тоже перед вами выломка лишних побегов а вот перед вами эти же кусты уже 19 июля этого года все что я делал все это время это полив и обработка от болезней и вот 19 июля я как раз и проводил очередной полив кстати повторю что провожу поливы исключительно холодной водой плюс 11 градусов со скважины без подогрева ну а теперь уже 5 августа кусты продолжают расти и все пока нормально но у молодых кустов винограда есть одна особенность если они нормально развиваются то лоза на них довольно плохо вызревает и чтобы вы поняли что действительно существует проблема вызревание лозы вот на саженцах либо на однолетних либо на двухлетних кустах винограда я хочу вам показать плодоносящий куст винограда это сорт резомат это первое плодоношение вот такие уже ягоды роздочки не очень большие ну и в общем то урожай с этого куста в этом году будет тоже не очень большой но обратите внимание что одновременно с вызреванием ягод идет вызревание уже и лозы видите сегодня у нас 6 августа 2021 года а лоза уже начинает вызревать правда еще не вся вот здесь отдельные участки зеленые но тем не менее лоза на плодоносящих кустах вызревает гораздо лучше и быстрее здесь конечно тоже при перегрузах лоза не будет вызревать либо очень сильно отставать вызревание но дело в том что наши однолетние кусты винограда ведь совсем не нагружены моем случае нет там ни одной грозди тем не менее лоза будет вызревать плохо запомнили вот такой цвет лозы на плодоносящем кусте винограда а сейчас перенесемся к моим кустам и посмотрим какой цвет лозы там а вот так выглядит самом низу побеги на этих саженцах все абсолютно зеленое и нет никаких еще видимых признаков что рост куста останавливается и начинается вызревание кроме того давайте еще посмотрим на коронки этих побегов видите коронка загнута значит рост этого побега еще не остановился значит побег продолжает расти и вот перед вами коронка следующего побега то есть самая верхушка и здесь тоже рост очень активный как вы видите побеги на этих кустах продолжают активно расти и без нашего участия лозы могут не вызреть или вызреть плохо и для того чтобы нам успешно завершить вегетацию и получить нормальные кусты винограда нам нужно провести всего лишь три операции и сделать эти операции нужно обязательно начиная ну где-то с 10 15 августа эта цифра будет верна для большинства регионов по состоянию коронок на побегах этих кустов мы выяснили что рост кустов очень активный а значит вот в данный момент чеканить побеги то есть их укорачивать еще рано прежде чем чеканить нам нужно провести немножко другие операции и так первая операция мы начинаем подкармливать наши молодые кусты винограда калинофосфорными удобрениями кстати это касается и однолетних кустов во многой степени и двухлетних и даже молодых саженцев кроме того с этого момента полный запрет на азотное удобрение и прежде чем перейти ко второй операции хочу предупредить о таком моменте ни в коем случае нельзя прекращать поливы я встречал такие рекомендации что нужно полностью исключить поливы но нужно учесть что однолетних кустов винограда совсем не развита корневая система и уже через некоторое время особенно если не будет дождей эти кусты начнут испытывать недостаток влаги из-за этого значительно ослабевает фотосинтез в листьях то есть листья наши практически перестают работать и перестают вырабатывать углеводы которые и идут на накопление и на вызревание кроме того при недостатке влаги все наши листовые подкормки о которых я сейчас расскажу практически будут бесполезны то есть обязательное условие нужно проводить умеренный полив не прекращать его полностью иначе не подкормки которые мы будем делать не будут работать и кроме того сами листья еще будут гораздо хуже вырабатывать питательные вещества и так мы не отказываемся от поливом полностью но сокращаем их и удлиняем интервалы между ними если у меня еще в июле месяце норма полива была 30 40 литров под куст и раз в неделю то теперь норму полива можно уменьшить вдвое и одновременно с поливом вносим фосфорно-калийное удобрение и давайте я для примера озвучу приблизительную схему многое будет зависеть от погоды но если нет сильных дождей то все это будет выглядеть следующим образом например 10 августа проводим полив под корень 10 20 литров воды с добавлением 15 грамм монофосфата калия 15 грамм монофосфата калия можно заменить на 20 грамм сульфата калия плюс 30 грамм суперфосфата но есть здесь один момент монофосфат калия очень быстро растворяется в воде и попадет к корням очень быстро а вот суперфосфат не очень хорошо растворяется поэтому все-таки лучше применять монофосфат калия через пять дней то есть приблизительно 15 августа мы проводим подкормку по листу то есть у нас будет вне корневая подкормка для этого мы берем 15 грамм монофосфата калия на 10 литров воды вот здесь я бы ничего не рекомендовал менять в этом удобрении все сбалансировано и поэтому применяем именно такую концентрацию еще через пять дней приблизительно 20 августа мы снова повторяем полив и проводим его точно так же как и 10 августа еще через пять дней 25 августа снова подкормка по листу и снова те же самые концентрации 15 грамм монофосфата калия на 10 литров воды 30 августа проводим очередной полив под корень количество воды можем уменьшить до 10 литров под куст и снова вносим те же 15 грамм монофосфата калия ну либо вот сульфат калия плюс суперфосфат и вот после таких корневых и не корневых подкормок рост нашего куста должен замедлиться и вот в этот момент и нужно провести чеканку наших побегов то есть мы укорачиваем наши побеги приблизительно на 20-30 сантиметров то есть у нас полностью остаются вот все эти побеги без верхушки приблизительно вот этот побег будет вот такой длины к тому времени он возможно еще вырастет этот побег у меня будет вот по верхней проволоки то есть вот таким образом проводим чеканку и вот такая чеканка после того как мы с помощью фосфорно-калийных удобрений немножко затормозили рост куста даст возможность нашему кусту еще лучше вызревать пасынки я не рекомендую удалять полностью и еще забегая вперед скажу что вот эти два куста осенью будут срезаны на обратный рост то есть на каждом побеге у меня останется по два-три глазка вот там в луночках и поэтому в данный момент у меня удалены только самые нижние пасынки ну может быть до четвертого узла а вот все остальные пасынки вот на этих побегах они прищипнуты на один-два листа и таким образом у меня увеличенная листовая поверхность и все это работает на мой куст и после того как мы проведем чеканку этих побегов вот все пасынки можно прищипнуть но все-таки два самых верхних пасынка мы оставляем целыми на всякий случай и по этим двум верхним пасынкам мы будем ориентироваться как растут наши побеги дело в том что полное и не вовремя проведенное удаление всех пасынков может спровоцировать рост почек зимующих глазках и вот после такой чеканки подкормки под корень можно прекратить а поливы проводить еще реже и можно при этом уменьшить еще поливочную норму но в любом случае нужно следить чтобы почва под нашими кустами не пересыхала иначе наши подкормки по листу будут просто бесполезными и поэтому не корневые продолжаем проводить один раз в 7-10 дней применяем монофосфат калия 10-15 грамм на 10 литров воды я не рекомендую проводить подкормки с большими концентрациями чем 15 грамм на 10 литров воды так как считаю что все что будет больше 15 грамм листом не усвоится а в отдельных случаях может привести к ожогам листьев после чего эффективность всех остальных наших вне корневых подкормок значительно уменьшится еще хочу обратить ваше внимание на такой важный момент если к этому времени на ваших устах винограда почти не осталось листьев то есть были болезни то ли еще какие-то причины то вот вся эта схема подкормки она не имеет в общем-то никакого значения так как по листьям обрабатывать нет смысла потому что их нет а под корень тоже бессмысленно потому что вся эта подкормка направлена только на то чтобы ускорить процессы именно в листьях а их у нас как раз и нет а теперь давайте я еще объясню что же будет вот после таких подкормок если раньше все произведенное в листьях питания куст расходовал на свой рост то есть строил новые листья новые побеги то есть почти все направлялось вверх к растущим верхушкам то вот после такого нашего вмешательства мы как бы все эти процессы перенаправляем большая часть того что производится сейчас в листьях будет идти на вызревание лозы на накопление сахара и крахмала и в побегах и в корнях и представьте что под землей у каждого куста есть такая невидимая емкость в которой и будут накапливаться все эти сахара крахмалы то есть мы не будем видеть рост куста но листья на кусте винограда продолжают работать продолжает вырабатывать ассимилианты и все это будет складироваться в данный момент про запас и идти активное вызревание нашей лозы кроме того не забываем обрабатывать наши кусты винограда от болезней и поэтому все обработки проводим методично стараемся полностью сохранить всю листовую поверхность чтобы наши кусты успешно вызрели а затем и успешно перезимовали а с вами был юрий егорудин до скорой встречи до свидания пока